В России может подорожать сотовая связь. Предупредили в Минкупсвязи после того, как накануне федеральная атимонопольная служба потребовала от крупнейших мобильных операторов отменить внутрироссийский роуминг. Большой четверки на отмену дано две недели. Время уже пошло. Требования ФАС касаются крупнейших компаний в МПЛКОМ, это Билайн, МТС, Мегафон и Целедва. То есть практически всех мобильных абонентов России. Все они присутствуют в Чувашии. Мобильные операторы пока изучают документ. Для абонентов Мегафона без роуминга в поездках по России давно уже наступил на наш взгляд. Большинство из них пользуются пакетными предложениями. Для клиентов других тарифных планов мы рекомендуем подключать услугу будь как дома. Мы безусловно получили текст предупреждения ФАС и на данный момент этот текст пристально изучается у нас в компании. В такие сжатые сроки технически невозможно внести изменения в тарифные планы. Со своей стороны мы уже несколько месяцев как по факту отменили внутрисетевой роуминг на нашей новой тарифной линейке. Мы действительно считаем, что снижение межоператорских тарифов автоматически привело бы к тому, что внутрисетевой роуминг исчез бы сам по себе. Роумингов в России три. Национальный, внутрисетевой и отдельный в Крыму. Внутрисетевой роуминг, который требует отменить, действует внутри одной и той же сети на всей территории страны. Но если сеть одна, почему платить в соседнем регионе нужно больше? Федеральная антимонопольная служба провела расчет ни экономических, ни технологических оснований делать связь в поездках по России дороже у операторов нет. Мы часто выезжаем за пределы Чебоксара и подключаем. Естественно, это очень накладно. У меня уже давно такой тариф, что без роуминга. Вот я сейчас не дома. И у вас дороже от этого тарифа не стало? Потому что за 500 там все включено? Там включена минута, которую я сейчас трачу, да. У нас родственники живут в Москве. Часто звоню. Правда, подороже. Но если у нас будет теперь одинаковая цена, было бы здорово. Давно опера, конечно, да. Неудобно, допустим, если из Чувашской сим-карты улетает кто-то в Калининград и оттуда дозванивается сюда или на Москву. То есть очень даже неудобно. В Минкомсвязи России считают, что отмена роуминга ущемит права тех, кто им в принципе не пользуется. К такому мнению пришли и некоторые абоненты. В моем случае это да. Будет накладно. Я не пользуюсь роумингом. И если будет это в цене, в тарифном плане будет увеличиваться, это будет невыгодно. Операторы большой четверки должны изменить тарифы на услуги связи в поездках по России, исключив необоснованную разницу цен. На исполнение требований ФАС у операторов осталось не так уж много времени. К началу августа они должны предупредить абонентов о смене тарифов, а затем еще через 10 дней запустить новые правила в действие. Юлия Важенина, Арена Гавилиан, Республика.